вы смотрят очередной выпуск программы чесночная с вами я гульмира имангалиева здравствуйте сегодня мы будем беседовать с очень интересной талантливой с одной из самых лучших ведущих нашей страны нашего рынка олеся гель олеся здравствуй а если я знаю что ты получил наиболь наибольшую популярность после твоего вы после твоей победы на конкурсе казахшан искалай на телеканале хабар скажи об этом как ты попал вообще в этот проект ну понятно да что все кто у нас попадает на телеканал получает больше популярность естественное лицо становится медийным и так далее ну из-за чего я стала медийный или популярный да это был такой проект попала я туда кстати после курса в теле радио ведущих где одним из преподавателей был арман карабаев собственно говоря он и пригласил меня в этот проект ну просто наверное я там была самая веселенькая в хорошем смысле слова девушка все время смешно мне не вообще смешно всегда а тут вообще тебе делали замечание ну да потому что изучение казахского языка конечно это серьезный процесс но когда у тебя не получаются теле иные фразы ну ты же не будешь сидеть страдать потому что у тебя не получилось естественно обучилась произнести слова проще все перевести на юмор посмеяться конечно но и в итоге зритель наверное узли у зрителей скорее всего этим самым я вызвала симпатию потому что мне все время было весело как весело всегда как сейчас у тебя казахским фортажа фортажа почему но на самом деле матушка лень она есть у меня конечно нужно заниматься этим целенаправленно серьезно я к сожалению этого не делал скажу по чесноку почему раз мы в чесноке по чесноку на самом деле я люблю казахский это наверное мой самый любимый язык который я изучала и английские пробовал немецкий немецкий английский вообще никак может быть стимула нету такого вот прям большого может быть есть у меня другие занятия увлечения хобби которые меня больше притягивают просто знаете под надзором же легче это все дело ну конечно без надзора моя высшая самоорганизация будет под надзором позволяет мне заниматься только моими мероприятиями до праздничными и так далее ну просто на самом деле времени не хватает времени такого огромного прям желание как я всегда говорю можно и на унитазе язык по 10 слов я знаю что сейчас тебя пригласили на розыгрыш такая компания известная beeline что там делаешь это обычный розыгрыш который я так думаю проводит не только компания beeline большинство компании в нашем городе они разыгрывают путевки там еще разные призы это розыгрыш идет онлайн-трансляции прямой то есть все это выводится на их сайт на монитор и вот в течение часа ты должен как говорится без отрыва без пауз провести этот розыгрыш на одном дыхании вот собственно и весь розыгрыш очень вдохновляет и меня вот как ведущую этого розыгрыша потому что мне приятно делать людям приятным кому-то путевки эти вручать вот собственно говоря ничего особенного я но ты не устаешься у час говорить безумолку нет конечно это же не нравится вы видели девушку которая может за час устать вообще говорить мужчина может быть труднее но девушка что это же такое поле болтовни как ты относишься к критике ой бай смотря кто смотря кто меня критикует если конечно меня критикует человек который имеет результат в той области в которой меня он критикует конечно я прислушаюсь но если меня критикует какой-то там я не знаю кто вообще откуда-то мимо проходил и сказал ой как плохо или как нам не конечно это хорошо я скажу спасибо если он скажет только плохо конечно любая критика она достойна чтобы ее выслушали но если эта критика просто от моего клиента или от зрителя туда если ее пришел специально покритиковать какой-то человек который не сведущий в этом деле скорее всего в одно ухо влетит другую к чужому залететь или обратно к нему залететь и пусть она там у него летает дальше ну да это его проблемы получается а что тебе нравится своей профессии люди конечно люди конечно их эмоции конечно вот чем привлекает сам праздник потому что ну наверное ведущие это такие люди которые хотят быть праздники все время центре внимания ну не то что в центре внимания вот хочется вот я помню я маленько была вот стою на балконе вижу там в городе где-то далеко огонечки и мне вот все время как-то весело на как я хочу в эти огни как я хочу чтобы вот эти огни постоянно были и вот так жизни у меня получилось да что я в празднике все время это же здорово ты приходишь ты знакомишься с новыми людьми вот эта атмосфера вот это публика когда они смеются ржут когда ты можешь вместе с ними там поржать до слез особенно если когда я вообще считаю это супер это наверное самое такое что самый такой большой плюс который я получаю от своей профессии это эмоции людей свои эмоции а что тебе не нравится мне нравится любая работа да то есть не только мою копию это и работа она требует самоотдачи это эмоции все время переживаешь естественно перед каждым праздником думаешь хорошо все прошло бы ничего не сорвалось хоть бы там давно много всяких нюансов все ведущие которые проводят праздники они меня все понимают очень много нюансов очень много подводных камней гости разные люди разные и наверное вот эти переживания самые-самые такие когда ты переживаешь и когда ты отведешь друзья друзья тебя часто просит провести их вас праздник постоянно всем моим друзьям провожу только я только я деньги берешь нет конечно зачем тогда друзья существуют если с них деньги 5 нет конечно зачем я люблю этих людей и мне тоже приятно в качестве подарка им это же классно пришел это мой подарок да это мой подарок когда мне не нужно забрать ну хорошо это же видовые друзья тебе не возникает желание вместе с друзьями посидеть там повеселиться выпить наоборот с друзьями все праздники проходят более привольно да то есть я более раз это получается целый день на ногах я с вечера на друзьями видите мне например проще я знаю какие шутки они любят я знаю чего они не любят я могу себе там дать волю такого отрыва которые не позволю естественно себе с той публика которая впервые у меня заказала какой-то какое-то мероприятие а тут гулять не хочу вообще фантазия там друзья сумасшедшие я не удивлюсь мы вместе любим друг с другом поэтому и друзья наверно ты проводила за ты шоу барменов расскажи как вообще все прошло много было на спиртного то выпито очень многих я конечно хорошо все проходило до сих пор допустим я прихожу в какой-то клуб или в ресторан меня узнают бармен и очень приятно ну как я вот для меня праздники какие-то какой лучше какой хуже мне сложно выделять какие-то вот особь особенный да это очень такое хорошее мероприятие которое проходит у нас в алмате я так думаю где бармены могут посоревноваться в своих способностях разливать водку да прям уж разливать все намного круче грая шоу они могут разливать не только водку разливать хорошее яркое мероприятие села я много алкоголя такого не крепкого на потому что основном там коктейли всякие флэринг да по-моему флэринг знакомишься опять же с различными людьми интересными хорошее шоу хорошее я хорошие бармены а ты провожешь детские праздники очень редко очень мало вот дети для меня это такая публика как тебе сказать мне сложно шутить с детьми потому что они для меня это какое-то что-то такое наисвятейшее вот святое и конечно меня просят я провожу и нормально нравится людям детям нравится но это не мое для меня дети это какая-то другая среда которая мне кажется человек чтобы работать с детьми должен специальное педагогическое образование иметь для того чтобы работать с детьми потому что если со взрослыми ты еще можешь быть на одной волне на и должен быть просто разносторонним то детская психика ночью другая и я стараюсь на расстоянии держаться хотя очень-очень люблю своих детишек у меня к 150 когда что их успела нарожать то много читаешь последняя твоя книга прочитанная обожаю читать последняя моя книга но вот сейчас я прочитала все книги вот последние еще дочитываю сейчас последнюю книгу дозоры на основании которых да и лукьяненко сергей лукьяненко тимур пикмамбетов на основании которых снял свои два фильма дневной и ночной дозор для любителей а мне не скажу что там прямо так много фантастики далее фэнтези но вот все-таки споры о добре и зле и мне очень понравилось как они в этой книге пересекаются как и как очень сложно понимать вот эту дон тонкую грань среди до между добром и злом в этой книге это так хорошо отразилось и мне интересно я вот захлёб прочитала эти книги хотя я читаю раз принцип арамовича я вот недавно прочитала например непокоренная по вашей рекомендации кстати гульмира и мангалиева очень хорошая книга про садама усейна очень разношерстно библиотека у тебя разношерстная библиотека у тебя абсолютно разные жанры нету какого-то определенного одного жанра любимого или еще что то но вот мне нравится чем ты планируешь заниматься лет через 15-20 потому что ты когда станешь старенькая старенькая сморченькая когда меня уже не будет никто заказывать вот на низких праздниках почти бабаёшечек буду приходить кстати в школе я всегда бессовестные выбирали ну я есть у меня еще одно хобби которое очень мне нравится моим хобби я не знаю я вообще не работаю в этой жизни у меня все только хобби хобби который приносит деньги доход и я люблю делать то что мне нравится и как сказал роберт киосаки получать за это деньги да я люблю пиво очень сильно и сейчас я вот партнерство у меня есть такое продукт вкусненько вкусненько я прям пиво да ну вот как бы я сейчас только пробую себя в этом конечно основная моя деятельность это проведение мероприятия ну как видишь я далеко не ушла я пришла в пиво опять я пришла в праздник да все моя душа просит праздник слушать зрители подумают что у меня детство какое-то детство просто было праздничное все очень веселое ярко в играх шумно и может быть вот это кстати отголоски детства даже мне хочется вот этого все время какого-то куража такого хотя очень серьезный серьезная девушка ты знаешь у меня сейчас только что родилась идея у нас подруга есть проект девичник называется и и я бы хотела чтобы ты вела одну из рубрик например живые истории я думаю что у тебя получится это что это мне нужно поймать жертву да ну я так условно не нужно найти девушку чтобы она что-то рассказала такое себе интересное да ну да по 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 той теме которая у нас будет проходить ну конечно это интересно да на самом деле что я могу сказать просто я так понимаю эта история должна быть такая чтобы она как-то вдохновляла зрителей иначе зачем ее вдохновляла именно девушек да именно девушка чем ваш проект вообще девичник о девушках о женщинах об отношениях о любви да 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 я вспомнила ваш проект я видела первую часть точно там мне понравилось кстати о том что я так поняла проект о том чтобы поддержать наших женщин казахстан которые запутались на самом деле очень много знакомых девчонок рассказывают всякие истории которые не происходят я уверенна у всех девушек происходит какие-то истории часто девчонки в депрессии всякие впадают ну и хороший проект кстати да ты знаешь надо попробовать надо попробовать надо ну надо попробовать давай попробуем это очень большая ответственность гульмира что-то вы меня в какую авантюру вы меня втягиваете ну я думаю что у тебя получится расположить к себе девушку до девушек героиню я даже животных гульмира с кем у тебя больше получается находить общий язык с кошками или собаками это вот кстати дара которым не рассказали что у тебя есть вот такой дар очень быстро ты с людьми дружку а я думаю с животными ну вот ты представляешь меньше меньше конечно это все шутки серьезный проект на самом деле одним конечно это очень большая ответственность сейчас предложение сделала и нужно об этом поговорить я думаю не на камеру отдельно да поэтому это мы и закругляемся потому что нам с Олесей нужно будет обсудить ее новую позицию в девичнике тишность чесночная с вами не обращается всего доброго до свидания юху